Здоровье есть высочайшее богатство человека, так говорил Гиппократ. С течением времени это выражение не утратило своей актуальности. В современном мире ведение здорового образа жизни стало не только трендом, но и осознанной необходимостью. Особенно важно научить заботиться о своем здоровье детей. Какие усилия предпринимаются в этом направлении в Чебоксарах, об этом подробнее. Четырехлетний Савва вместе с мамой сюда пришел впервые, чтобы пройти обследование. Детский центр здоровья совсем недавно переехал в новый дом и уже вовсю принимает юных посетителей. Сказать, что все быстро, просто и можно общее состояние организма узнать. Если что-то они выявят, то, конечно, это можно и исключить, и как-то сразу поддержать организм. С раннего возраста наблюдайте здоровьем ребенка. Измерить рост и вес, определить состав тела и уровень кислорода. Все исследования проводятся на новом и современном оборудовании, которое соответствует всем стандартам. В центре есть и кабинет стоматологии, в котором не только лечат зубы, но и рассказывают о профилактике полости рта в доступной для детей форме. Специалисты работают как в Чебоксарах, так и в районах республики. Особую роль уделяют профилактическим мероприятиям в образовательных учреждениях. В центре есть школы здоровья. В доступной форме детям и родителям специалисты рассказывают о здоровом образе жизни и о том, как вредят организму алкоголь и курение. Идея очень хорошая, правильная идея, когда молодым мамам, да и детям рассказывают о том, как правильно питаться, как организовать режим дня, как заниматься с ребенком на улице, проводить какие-то прогулки, какую-то активность физическую организовать. Желательно бы, чтобы информированности было побольше. Нужно знать, нужно ходить, обследовать детей. В каждой поликлинике желательно, чтобы такие центры были. Это очень удобно, очень полезно. В Чебоксарах таких центров пока два. В Новоюжном и Северо-Западном районах столицы. Основная цель – это обучение населения, не только детей, но и их родителей, грамотному ведению, соблюдению своего жизненного пути в плане сохранения своего здоровья, обучения правильному питанию, достаточной физической нагрузки, ну и в условиях ограничения. То есть, когда уже есть заболевание, правильному своему поведению, чтобы заболевание у нас не продлилось, а наоборот, сохранялось в той стабильности и не прогрессировало. Профилактика болезни и их лечением занимаются не только в детских центрах здоровья. Подключились к этому и сами школы. Так, на базе 59-й школы реализуется целый ряд проектов, которые позволяют в процессе обучения получать ребятам квалифицированную медицинскую помощь. В учреждении работает центр реабилитации. Здесь ученики регулярно проходят медосмотры и получают соответствующее лечение. Основная идея, да, чтобы медицинская помощь была, во-первых, доступнее, во-вторых, чтобы дети, которые посещают из школы, меньше болели, потому что они получают как раз противорецидивное лечение в нашем центре. Все процедуры, ну и процедуры, которые вот они здесь получают, это как раз направлены на то, чтобы не было обострения хронических заболеваний. В центре есть кабинет физиотерапии, в котором используются современные методы магнитотерапии, гальваническое лечение. Кабинет охраны зрения. Здесь ребята выполняют различные упражнения и делают гимнастику с помощью специальных линз. Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата проводится лечебная физкультура. Под руководством опытного врача ребята выполняют различные упражнения. У меня все тут получается. И у меня, когда все болит, проходит. Мне тут все нравится, я учусь и лечусь. После упражнений школьников ждут травяные настои в фитобаре. Их готовят ежедневно. В течение дня все ученики получают порцию оздоровительного напитка. Всего на лечение ходит около 600 учеников. Между уроками ребята делают зарядку. Ее проводят сами учащиеся волонтеры. Всего около 80 человек. Здоровье – это же счастье. Мы счастливы, когда мы здоровы. Волонтерство мне очень интересно, поскольку это общение с людьми, общение со сверстниками. И вообще я люблю делать что-нибудь бескорыстное. Это очень интересно для меня. Школьники не только делают зарядку и занимаются физкультурой. В школе уже третий год реализуется проект фитнес-аэробика. Пока он единственный в Чебоксарах. Работа ведется по двум направлениям – степ-аэробика и оздоровительный фитнес. В нем принимают участие ученики начальных классов. Мы видим, что мы можем в рамках урока физкультуры подготовить детей. Не только оздоровить, увлечь, но еще и подготовить к любым абсолютно массовым оздоровительным мероприятиям для показательных выступлений и для хорошего уровня выступать и в городе, и в республике. Что самое главное, о котором мы с вами говорили – здоровье в порядке. Спасибо, зарядки! Помогают школьникам адаптироваться к новому социальному статусу и решить возникающие проблемы штатные психологи. Они проводят тренинги и занятия в сенсорной комнате. Особые условия для детей, которые не могут посещать школу. Занятия проводятся дистанционно. В этом году так обучается 18 детей. Мы, конечно, стараемся социально адаптировать этих детей. И к мероприятиям, подключаемые здоровых детей, мы стараемся, чтобы дети были наравне. И здоровые, и наши дети особенные. Такой комплексный подход к формированию здорового образа жизни и профилактика заболеваний дает результат. Ведутся исследования, мониторинг состояния здоровья наших детей. Мы в конце учебного года проводим совместные мероприятия с медиками, и с классными руководителями, и с родителями приглашаем общественность. И подводим уже итоги. Конечно, процент заболеваемости среди наших детей, нашей школы, он уменьшается. Пока такие проекты реализуются лишь в этой школе. Но в столичной администрации надеются, что ее примеру последуют все остальные образовательные учреждения Чебоксар.